Дима Билан Дима Билан Дима Билан Сергею Лазареву сохранить здоровье удалось чуть большим успехом. Падения обошли стороной. Впрочем, сезон простуд в самом разгаре. От всех отворачивался, ел лук, чеснок, хотя я его никогда не ем. Не дай бог, никто меня не заразил. И поэтому, когда я пришел сегодня с утра и понял, что все нормально, голосовые связки в полном порядке, я прям думаю, все, слава богу. В полном порядке и концертные сборы у обоих артистов. Официальная вместимость планеты Билан более 7 тысяч человек. А вот на площадку Сергея Лазарева по официальным цифрам легко могло попасть около 12 тысяч человек. Шоу обоих артистов также связали и семейные узы. Концерт «Энтур» Сергей Лазарев посвятил своему сыну Никите. Дима Билан детьми пока не обзавелся, но его сольный концерт открывала родная сестра Аня, которая тоже стала певицей. Я начала готовить свой альбом EP, и после этого мне брат предложил, он услышал мейнтреки, предложил мне выступить на разогреве у него. Неординарные и музыкальные новинки артистов. В своей песне «Бонни и Клайд» Сергей Лазарев спел о любви в путешествии на машине. Нетрудно догадаться, чему посвящена и новинка Димы Билана под названием «Полуночное такси». Мы летим в полуночное такси. Вот, я понимал, конечно, что это может быть гимном таксистов. Насколько вы схожи в своих творческих взглядах? Не знаю. Вы серьезные вот эти эти возможности сейчас? Ну да, мне кажется, это вообще какой-то такой тренд. Мы в тренде, это прекрасно. Одну из завершающих песен Сергей Лазарев даже спел с виртуальным Димой Биланом, тем самым еще раз доказав, что вражды между артистами не существует. В конце концов, российский поп-олимп – это не Евровидение, и воевать за призовые места артистам не приходится. Так что поздравляем Диму Билана и Сергея Лазарева с успешными сольниками в Москве. Диму Билана и Сергея Лазарева с успешными сольниками в Москве.